Я коротенько, чтобы не утомлять, не в носу, нет, я прям очень, коротко, я просто не протелаю душу, хотела рассказать про другой тест, но в общем, дело в том, что я хотела, мы начали, я вообще не клинический психолог, а психофизиолог, да, я психофизиолог, и вообще другим хотела заниматься, тут этот тест начали делать, и вопрос возник вот какой у меня. Душевная болезнь отражается в рисунке? Никак. Ну, и я стала искать знакомых, у кого есть клиническая база, чтобы просто проводить тест и посмотреть больную с душевными болезнями. И вот, есть отклонения, мне казалось, там же должно быть, это вот, очень видно, да, ну, как бы, по логике, особенно у больничных средней, там, да, где грубая патология. Я была, я осталась в клинике с тех пор, и до сих пор в ней работаю. Что удивительно, для меня было, нет такой связи, нет такого явного вот рисунки, что я могла бы выделить, и сказать, это рисунок, понятно, что как. От нормы не отличается? Практически не отличается. Да, есть, стало в последнее время проводить такую модификацию этого теста, на больных, кто перенес психоз, психотическое расстройство, значит, до психоза, психозе, и после психозы, либо в психозе, и вот в норме, да, вот такой вариант. Нарисуйте, пожалуйста, как это выглядит. Это вот прям недавно стала я делать. Там, ну, вот сейчас увидите, в принципе, ничего такого вот, опять же, даже больше личностная патология, ну, не то, чтобы патология, а личностные какие-то изменения. Ну, как мы говорим, не психическая болезнь, а, ну, акцентуация характера больше влияет, или какие-то жизненные обстоятельства, да, там, комплексы, вот они больше проявляются в рисунке, нежели психическая патология. А пограничные состояния? Что есть пограничные состояния? Борт-онлайн-дезордации? Ну, то есть что-то близкое к акцентуациям, да, это не болезнь и не норма. Знаете, когда начнешь работать в клинике, там нет таких состояний, понимаете? Пограничные. Я подумала, что это устойчивый. Это устойчивый термин, но не в клинике. Потому что, когда мы обращаемся к врачу, он говорит, этот здоров, а этот болен, а вот это вот промежуточное, это болен. Так, вот, ну вот специфика определенная, да, как-то проблема в том, что мы... Ой, погоди, еще не могу, еще куда-то встать. Ага, проблема в том, что тут мы сталкиваемся с постановкой, еще Ганнышкиным, выдвинутая вот это вот вопрос, об остановках границах психического здоровья, где у нас вообще это самое здоровье есть и, как бы, критерии этого здоровья каковы. Почему мы считаем, что вот это здоровый человек, да, ну, например, да, или вот что этот человек здоров, а этот вот прям болен. Там есть же адаптационный, человек адаптирован, мало ли что у него там смышленность, да. И знаете, вот тут тоже их, я думала, что тип сильно меняется, или вот мышление, да, стратегия мышления сильно меняется при психических заболеваниях. У меня, посмотрите, вот шизофрения, например, характеризуется, как мы это ставим, там, в клинике врач. Обязательно должна быть позитивная симптоматика при галлюцинации, либо двигательная, ну, я же прям, да, я же прям. У меня же очень много вариантов шизофрения. Да, ну, катония, например, двигательная позитивная симптоматика, да, обязательно должен быть, наличествует что-то такое, плюс какой-то. Это или аффект, да, вот такое аффективное там состояние, или двигательная проблема, вот какое-то дополнение, да, плюс какое-то, укропнение чего-то, либо видеть чего нет. Ну, и что, бывает, что при органических расстройствах, похожее вот бывает, да, должно быть расстройство мышления. Вот когда психологов клинических готовят, когда я провожу тесты, я должна показать врачу наличие расстройств мышления. Схизис. Ну, в общем, психологи знают хорошо, что-то примерно такое. Как бы схизис-то с хизисом. Мы знаем, что вот я вижу, что тип, у него же есть стиль мышления определенный. И на это, там часто стиль мышления путается с хизисом в некотором смысле. Ну, вот особенно вот это вот, в вашем типе. Бедная разница. Пожалуйста, извините. Просто у них есть такое понятие, опора там на латентные признаки понятий. Например, да, вот при шизофрении они как бы выявляют неявные какие-то признаки, да, при образовании классов. Ну, и какие стандартные у нас методики есть, там, классификация, да. Значит, вот банальный подход неинтересен. Хочется что-то такое, ну, интересное сказать, что-то интересное в этом тесте увидеть. Новую, ну, это понятно, да, что там, если это цветок, цветок, цветок и кот. Ну, разные для цветков и кот, и кот лишний. Ну, можно же еще интересно подать. ТПА любят, вот комбинаторное мышление у них, и они любят там что-нибудь такое сорегинальничать, да. И получается, что я, ну, как бы человеку, ему интересно поиграть, там, да, а я ставлю, значит, там. Ну, диагноз. Ну, что ли не диагноз, да, ну, я, то есть, я уже записываю, о, он там, поезднее. Глассифицирует неправильно или еще что-то. В общем, да, делает ошибки голубые. А он на самом деле проявляет какие-то особенности своего типа. Или не сохранилась моя. Да? Сартан на моем компьютере. Может, твой компьютер купить? Я могу его просто принести и показать. Ну, либо я просто покажу картинки. Ну, покажи вот. У меня с собой. Не все, конечно, некоторые вещи. Что я хотела сказать, вот, так, тезисно. Значит, первый момент, что меня удивило, это, что при психической патологии рисунки тела и душа сильно не отличаются от нормы. Это первый момент. Второй момент, это... А именно как в шизофрении, при этом визе патологии? Или при других тоже? Я прям все брала, да. Психопища. Кто мне попадался на диагноз, то у кого они направляют? Какие? Психопатии. Кто попадается в стационар, да? Ну, и психопаты же попадают, попадают. Истерическое расстройство. Вот все вот эти вот, да. Эпилепсия, ребята. Эпилептиков у нас не было. Маниаками депрессивные, значит, ребята были. Потом тревожные. Алкоголики, наркоманы. Ну, зависимости все тревожные. Все виды расстройства. Психопаты, возбудимые тормозные округа. Да, и те, и те. И у всех не было отличий от нормы. Вот не то, чтобы вот прям... Ну, принципиального не было. Принципиального нет. Прям покажу. Вот сейчас говорили мы, значит, про там цветы и все такое прочее, да? А, вот, ну... Писунчик, Дикий. Угу. В общем-то, да. Ну, это вот полюцинаторно-параноидного пациента. Рисую-то как хорошо. А во-первых, да? А кто знает, как бы, стандарт для типа Е? Это вообще классика. Да, классика жанра, амития. Ну-ка, покажите, что у вас там типа Е. Они могут связь с космосом вот прямо обозначить. И сказать, что вот тут информационное... Смотрите. Ага. Вот это вот. Ага. А, ну-ну-ну, вот у нас Е в норме, а вот Е в патологии. Нарисуешь ты не очень. Психи лучше. Нет, ну там именно в резон, там, вот так. Нарисовал тоже круг и тоже эти ауры. Запрос, у меня такой вопрос конкретный, просто чтобы... Угу. У вас, ну, лично у вас там, не знаю, может, гроб-то? Погромче. Есть? Погромче. Погромче? Да, да. Я слушаю. Не слышите, да, что я говорю? Есть ли у вас набор ваших показателей, по которым вы оцениваете? Критерии. Рисунки. Коперия отнесения к типу, да? Да. Нет, конечно, я сейчас... Конечно. Самый главный вопрос. Очень правильный вопрос. Самый главный вопрос, да. Мы до того, как я стала работать с клиникой, отработали все это по норме. Ну, условно, норме, да, вот у нас студентов, там, психологов, на наших знакомых и всех, вот, просто тех, кто в клинику не попадал еще пока. Вот. И, знаете, тип мы распределили. А так? Есть. Да. Далеко. Сейчас я тогда покажу. У нас есть презентация. В принципе, это все в свободном доступе. Я сейчас тогда выйду и покажу. Давай я тогда заодно провеликламирую сайта. Ага, да. Запишу. Реклама – это не заодно, это специально номер. Да. Были стандарты для каждого типа. Вот что обычно рисуют, там, не знаю, в типе H. На какой-то большой выборке. Да, на очереди стандарты. Там есть показатели. Что обычно рисуют, какие образы, какие описывают обычно свойства. Какими словами. Да. Какие ключевые слова для свойства используют. Понятно. Какие ключевые слова используют для своего тела, души и характера. Как описывают типичный характер взаимодействия. Например, тип H. Мой просто, да, поскольку мне близок, я с него начну. Значит, тело – это что-то такое конкретное, устойчивое. Есть границы, есть красота какая-то, да. Душа, как правило, вообще у всего сектора GHH, она как свет. Это может быть в разных вариантах. Лучи рассеянные. Солнышко и свет от сердца. Ну, вот как свет. Пламя, пламя. Пламя слишком жарко. Мне кажется, пламя – это неизменное, я считаю. Это вот субъект центрированных пламя. У нас выделилось свет, энергия, пламя, вот действительно огонь. И как бы вот такой эфир, космос, да, вот этот вот. GHH, GHH, да, свет? Нет, вообще по секторам. А, по секторам. Да, GHH сектор, да, правильно. Так, можно, я вот нашла, ну, вот это новый сайт, который мы только посвящаем фактически. Смотрите, Наташа, спасибо вам потом. Вот я просто, тело и душа здесь для каждого типа. Вот для типа А, да, ключевые слова, вот он здесь в системе, вот его как бы образ, вот, некое в обратимом, в общем, как символ. И, собственно, ну, это мы там условно, вот ключевые слова, которые используют, вот связь души и тела, как они прописывают, ключевые образы для тела и души. Например, это тело человека, нарисовано в области груди, в открытом пространстве души в виде, в области груди, в ограниченном пространстве душа в виде живого организма, птицы, младенца и так далее. Дом, тело, в доме солнца, душа. Ну, вот как, вот такой вот. Можно спросить, а почему? Смотри, теплое и холодное, он вроде бы не смешанный, а вот какие-то такие самые противоречивые, почему? Вот такие он, он... Как ощущения? Ощущения это собственного тела, он телом... Вот, Саша, скажи, что даже она говорит, если он мыслит настолько телом, что даже если какие-то проблемы, начинают там черви какие-то лезут в тело, что-то... Это я просто потом хотела сказать, про тело и души, не сбиваемся, да? Были, в общем, некие нормативы, просто надо представлять, что мы наработали их, выделили, как вот несуществующих животных во всех противных текстах, а там же существуют... Да, 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 как умоложение портретов друг с друг с другом. Если вы видите там то-то, значит это то-то. Вот у нас была такая вот матрица для каждого типа, там примерно... Да, у экстравертов и интровертов различия очень явные, но тем не менее, если как бы обросить еще дополнительно, то мы, ну, как бы определим. То есть у экстравертов и интровертов различия в рисунках больше, чем между нормой и патологией? А, именно, вот в точку, да, именно. Джарш, депрессия с флицидальной попыткой. Ну, как бы цветочек такой, и вот вверх-вниз такие стрелочки. Объяснение. Тело цветок, за ним нужно ухаживать. Душа, сам цветок, как бы воплощение цветка как функции, радует взор других людей, связанный напрямую. Я вопрос дополнительный задавала, как тут отражена болезнь, направление от тела, есть направление от тела. Если цветов нет, нам грустно смотреть на такое растение. Ну, а что тут душа, что тело? А вот тело цветок, а душа это воплощение цветка как функции. Все это и душа, и тело в одном. Так что это значит, вверх это что? Вверх это направление от тела. Направление от тела. Если цветов нет, нам грустно смотреть на такое растение. Ну, не знаю, какой-то вот такой вот дефицит телесности может быть, да? Опять же, вот вынесли, значит, он сам цветок и смотрит как бы со стороны. Нам грустно смотреть, как бы это не гармонично с окружением. Образ цветка? Вообще ключевой для джаж. Вот так рисуют цветок. Как только рисуют цветок, уже как бы понятно, что скорее всего это джаж. Или вот часто рисуют, например, вот такие раздвоения головы, расстроения иногда и так далее. Это вот тип ЦД. Вот в этом... Вот здесь он находится, вот в этом секторе, в центре. И тут тоже характер. Причем часто это там... Тут всегда изображена борьба добра и зла. Бывает, что там снизу какой-то черт, сверху ангел, они друг с другом как-то борются. В общем, для каждого типа есть свое представление о теле и душе. Своё уникальное представление о теле и душе. Мы мерили еще, проводили лонгитюдное исследование, думая, что может быть, как бы вот он сегодня это рисует, а через два месяца нарисует что-то другое. Я как раз хотела спросить, когда ты скажешь, о типус точка протяжения. Да, и он рисует... Да, у нас были лонгитюды, понятно, через несколько лет, через десять лет, через там... Типцы, вот огонь. Огонь. Главное. Он где-то в огне? Прямо внутри? Главное. Стрелками туда-обратно все связано. Ну, нет. У тебя в стиле огонь? Нет. Ну, связан, но он в огне. А у них все горит, пятки горят, тело горит, все тут... Еще даже рисуют дырку в голове. Тут главы нет, как видишь. А тут даже и нет просто. Ирациональный. Потому что он ирациональный. Дырку в голове и, как бы, должен быть прорыв туда, в космос. А что тут? Толстый как-то. Чего будет обнимать? Вот. Вот. В общем, короче говоря, для каждого типа у нас там... Закусы? Есть. Проработано все. Ну, во-первых, какие-то стандарты, образы. Мы посмотрели визу, вот Наталья Георгиевна и Артемцева. Даже издала книгу по визуальной диагностике, где она посмотрела... Вот мы давали... Вот для каждого... Людей каждого типа, как их воспринимают окружающие. Какие... Какие характеристики для типа чисто визуальной они дают. Да. И мы вот как бы сделали такую вот подборочку. помимо, значит, визуальной мы... Сейчас я на лукоку принесу. Ой-ой-ой. О-о-о! Больно! Что случилось? Спасибо. Значит, у нас мы, допустим, для типа ключевые слова, да, особенности познания, ну, я сейчас не буду читать, потому что, вы видите, материала настолько много, что тут уже просто бесконечность ценностей. Я не знаю, уже вывесили, но только все эти... Развитие. Стратегии развития. Особенности учения. Стиль учения. Особенности любви для мужчин и для женщин. Душа и тело. Стилистика в творчестве. Ну и представители. Типа... Там представители типа, вот их можно полистать там, ну, не знаю, для типа... Ну и так далее. Наталья Ивановна, скажите, пожалуйста, а вы на психологах это делали? И вообще, может, не вообще на психологах, а на общих психологах? Ну, на псих... Мы делали, как вы помните, в МГУ проводила я занятия «Тело и душа не рисовать». Это вот со студентами, я имею в виду профессионалами. Профессионалами мы тоже проводили, всякие есть. Есть сильно проработанные, как вы, Ислан Умранович, им с ними тяжело, потому что они начинают теорию какую-то здесь из логах. Ну, я же вам это сказал. Поэтому там не определите никакие образы. Вот. Но это их таких, как бы, мало. Я вам, во-первых, ничего не нарисую. Да. Поэтому... Да, да, да. Начинается такое. Вот я и написала, да, что положено по науке. Да. Вот мой тип можно определить? Нет, не определить. Расскажите, расскажите вообще, вот рисунок здесь нарисован. Ну, что рисунок, да. Человек. Палка-палка огуречка, вот и вышел человечек. Да, здесь. А это пламя. Пламя. Я не умею. Очень много. Не знаю. Очень много. Очень много. Но это не прецензии. Никто не спорит, что есть профессиональная деформация. Я с физиологами это делала. Проводила нам все физиологов. Не деформация, а специфика. Ну, хорошо. Специфика. Они все рисуют мозг. Нормально. Нормально. Деформация имеет место у шелок републики. А я категории. Категории. Так, вот что вы написали. Категория. Ну, категория. Тело. Физическое, материальное, физиологическое, пространственное, объективное. Душа. Психическое, временное, субъективное. Ну, соответственно, связи физиологическо-психическое, пространственное, временное, объективное, субъективное. Вот. Ну, это вот очевидная специфика уже профессиональная. Но таких протоколов это единицы. Среди профессионалов я не думаю. Среди профессионалов тоже единицы. Это тогда тест на профессионализм будет. Да ладно, ладно, сразу тест на профессионализм. Кроме всего прочего, на тип еще, но и на профессионализм. Так, ну вот, ты нашла, да, каких-то больных, да? Ну, вы понимаете, да, что мы не просто так начали всю эту историю с клиникой, а просто чтобы проверить, потому что база уже была. Мы уже сделали у больных вот так же, как у здоровых, или что? Некоторую вот базу для определения типов по этому тесту мы сделали. Уже были как-то-таки выделены признаки для каждого типа. И я хотела бы смотреть, что мы сейчас проведем на больных, например, дежелый, да, стационарный. И будет у нас там разница или нет. Пароль просто, потому что я знаю, у меня нет выхода. Вы в курсе? Ну, я только на них и проводила, что он все равно не был. Пароль просто, потому что я не устанавливаю. Может, с ними надо? Вот прям явно и не было. Вот смотрите, где есть разница. Есть такое, что... Ну, как мы поднесу потом. Дело оказалось не в болезни. Нет, это дело в общем-то. Депрессия вообще не в головой идентичности, да? Понятно. То есть, ну, понятно. Девочка-мальчик, если я считала. У Талии есть. Я именно таких проводил. Ничего. Дело в том, что такое ощущение, что это не все... Все тут деланы в какой-то конкретной психопатологии по НКБД. Да, да, когда... А личностные какие-то... Да, в такой же роде, что затронуто какое-то ядро личности. И она будет, ну, ну, я бы с удовольствием, если бы он меня запросил, я бы понял, что... По стиле, характерного для него, вот он, я не знаю, всегда был розой, но он себя упорно считает сиренью. Это случай патологии? Вот какой-то такой... Нет такой... В какой-то еще в НКБ. А в каком же это случае? Я не хотел папу... Человек-выборный своего стиля. А это все равно камней. А, все равно камней. Какой-то такой вариант. Да, какой-то такой вариант, не привязанный к нозологии. Конкретно, на зонологической единице. Почему-то я, ну, вообще ни в какую категорию не попадает. А в норме такое бывает? В условной норме бывает, что приходят на консультацию, и человек не дезадаптирован, потому что вот это важно. В стационарты попадают уже дезадаптированные люди, которые не могут удержаться на работе, которые там, не знаю, по стильной симптоматике, плохо там. А в консультацию приходят люди, которые, ну, просто переживания не переживают. Их тоже может быть. Да, такое. Это не привязано к залогу. Вот же. Ну, вот я могу сказать, все равно личностные проблемы там видны часто. Ну, например, приходит девушка. Ну, как девушка? Ей лет 45 уже. Ну, девушка там не стоит. Вот. На консультацию. И причем вот в таком... С мамой она приходит. Почему и девушка. Вот какая мама над ней просто нависает. И на рисунок тела и душа, она в ТПА, на самом деле, я это вижу. Она рисует не характерный, может быть, для себя даже образ. Ну, уж там есть какие-то характерные штрихи. Но она рисует девочку маленькую. Ей 35, фу, или 45, и она все-таки... Ну, это редкий рисунок, чтобы человек рисовал маленькую девочку. Вот с таким... Себя, это она себя называет. Вот с таким бантом и так далее, и так далее. И вот там, это и вот в ее рисунке тела и душа ее проблема, что она вот такая инфантильная, она вот так и играет. И при маме она уже вот в этом живет. Настолько, что уже эту связь не разорвать. И маме нужно, чтобы она была вот этой девочкой. Там самая проблема, что маме нужно, чтобы она и в 45 оставалась вот этой девочкой. Проблема-то психологическая, не психопатологическая. Вот. Иллюстрация просто, например, для ЦД. Вот у них, да, было сказано, что двойственность. Ну, просто поярче и побледнее рисунок, да. По тяжести примерно одно. Да, примерно одинаковые девочки. Ну, вот тут как бы манекен такой на нитках. И она объясняет, что нужно просто срезать эти нитки. Надоело, что мной управляют. Вот так вот. Тогда, мол, излечение наступит. Опять же, психологическая проблема там, да, давление там окружающих, да, что... Тем более для ЦД. А где тут двойственность? Вот я кукла, я и кукловод. А, сама, как бы, да? Ну, характерная такая система. И тут тоже, вот, да, такая... Два человечка. Я в таком состоянии, я в таком состоянии. Ну, я в состоянии... А кто даже как-то поднимает, вроде того, да? Ну, вот я веселая, я взлетаю. Я грустная, я вот наоборот, да, могу там себя притягивать. Ну, не знаете. Вот что. Стали проводить, стало в последнее время такую модификацию проводить. Хорошо. Разница, предположим, не принципиальная. А почему же тогда происходит вот это состояние такое, да, то, что мы называем психозом? Теряется реальность, человек не помнит, что он там делал, да? Вот характеристики, да, критерии, критерии психоза. Ммм, охвачен, ралюцинирует активно. Почему? Что вот ломается? Предлагали, предлагали объяснять, ну, я вот предлагала. И вот для Джи, да, тело и душа психозе, они соприкасаются, вот как бы душа выходит из тела. В об этом похожий рисуночек. Душа, души мысли, чувства, душа светлая, психозе пол души, пол памяти. Гармонию тела души можно почувствовать через сердце. Их надо соединить руками. То есть вот она как бы отрывается, душа, ее надо обратно притянуть. Другой вариант, типа Джи, там тоже про психоз, уязвимый тип очень для грузинической патологии, вот, кстати говоря. А вот, Саш, кстати, скажи, что мы стали думать, вот есть ли типы, которые чаще других попадают вот в эти больницы, вот эти стационары с психическими расстройствами. И оказалось, что так действительно есть какие-то... Я статистику примерно прикинула на 60 человек. 71% это субъект-центрированные. Вот они субъект-центрированные, особенно Ц. И это вообще, вот просто вот... Это иррационалы, которые вот субъекты чувствуют себя, они как бы живут в двух мерах. И одновременно рационально он как бы еще и с горы наблюдает. Следующие за ними в типе А. Это вот Достоевский, вот все в Рубель, вот в типе Ц, вот чтобы почувствовать какой-то... А. А, потом... Сколько процентов? Ну, больше могу сказать. Намного меньше, чем в среднем. А бедные люди, ты не понимаешь, что такое А. Ц это? Как мы все снимали? Ну, очень. Ты сиди. ЕФ тоже, кстати, часто она говорит. Значит, вот 71% у меня получилось вот этих внизу, 38% это Цшники, 23% А, 14% это Б, а Б 9, СД 4. Ну, и Д самые устойчивые 2%. Объект центрированных даже и нету. Объект центрирован, конечно, есть. Конечно, есть их 29%, да, из них G 30%, ЕФ 30%, ну и все остальные там по 10%. Но самое интересное, что у них, у каждого типа свой бред. Да, ну, это вот по вопросу о семантике бред, но мы отклонились немножечко от... Что я хотела сказать, это попросить, а можно вот вопрос важный для меня? Какая-то верификация выделенных типов была, ну какая тут возможно? Во-первых, насколько вот те типы, которые вы выделяете, да, диагностированные данные счеты, соответствуют с него представлениям, да, вот как с Галей сейчас соответствует, и с экспертами, скажем, с представлением о нем других людей. Вот такие соотнесения были? Спасибо за вопрос. Значит, верификация была, получается, только наполовину. С больным, естественно. Я работаю, и мы с ним беседуем, и я вот говорю, вот ты такой, прям распечатаю распечаточку, почитай, там в палате, да, вот он посидит, почитает, говорит, точно я! Прям вот было, как здорово, вот, я бог, потому что, знаешь, никак... Точно, многие раскалываются, бред-то не всегда же можно расколоть, и не всегда его, вон, говорит, я бог, здравствуйте, у меня такой бред. У меня на ушке шепчет, точно, точно, вот. Вы-то поняли, что я бог? Да, да. Другие, может, не знают, но мы-то с вами знаем. Вот что-то такое бывает иногда. А вот с экспертом, ну какие-то я показывала, да? Ну да, ну как эксперты, экспертом я могу быть. Не, люди не знают типологию, поэтому где ты найдешь эксперта? Ну, в клипсе у нас, ну хотя бы знакомые. Знакомые, которые знают этого человека. Ну, так, не все. А, знакомые, а все родственники. Которые знают его много лет. С родственниками мы работаем, родственникам я рассказываю, и в итоге вовлекаю всю семью, и всех нас. Все знают типы, вся семья, уже у них какая-то другая взаимодействие. Да, но коррелируют, коррелируют, выделяясь в обществе с мнением родственников. И с представлением родственников. Нет, понятное дело, что и я ошибаюсь, бывает, да? Ну, я стараюсь... Да, статистически знаю, чем у меня есть тут, корреляция хотя бы. Или не проверяется. Статистику я не проверяла. Но вы можете сказать, что родственники, в общем... Обычно, вот в 90% случаев, родственники подтверждают, что да. Пациент подтверждает, что да. А сам субъект? А сам субъект? Что да. 100% подтверждает. Я добиваюсь... Статистику я справлю, статистику я спрашиваю. Добиваюсь всегда, не только этим тестом. Я тогда другие тесты привлекаю, если у меня есть сравнение. Пока мы не добиваемся с пациентом, что это точно вот так. Нет, вот это не я, вот это не я, а вот это да. Вот это я. У меня есть возможность с ним не один день видеться, а в течение месяца, пока он будет жить, да. И я и в поведении могу его наблюдать, и в выздоровлении. Так что, что хотела из интересного. Вот про психоз. Многие отмечают, что это проблема энергетики. Не тела и души, как рисунка, а проблема вот этого костра. Когда он уменьшается, он уменьшается. И возникает тяжёлое состояние для человека. В каком случае уменьшается? Ну, уменьшается количество души, как бы. Когда уменьшается? Вот в психозе. А в психозе? В психозе. Вот в этом состоянии субъективно человек отмечает, что если это огонь, то его меньше. Если это вот просто такой эфир какой-то, то он куда-то уходит. Либо уменьшается его количество. Ну, вот такой вот рассказик небольшой, просто для иллюстрации. Вот. Кривовато. Значит, душа в маске в сосуде. Он сияет, отдавая свою энергию телу. Душа – поток энергии, который вливается в меня. Периодически энергии меня переполняют. Это хорошее состояние. А вот тут дырка в сосуде. Это протечка. Реакция на уход молодого человека, в результате которой возникла депрессия, суицидальная попытка. Как она к нам попалась? С суицидальной попыткой. Тело. Если заткнуть дырку, тело преобразится. Начнет сиять, приносить радость. Причем дырку она четко показала, в каком месте надо заткнуть. Вот. Заткнуть. Вот она, это рисунок. Вот алмаз в сосуде. Вот сосуд, собственно. Вот из него выливается энергия. И вот дырочку надо заткнуть. А что значит надо заткнуть? То есть она хочет вылечиться? Конечно. То есть она осознает это, что она хочет? Ну вылечиться-то, в общем, почти все хотят. Да? Да. Как ни странно. То есть они осознают, что они больные? Нет, нет. А тем не менее хотят вылечиться? Ну как бы им плохо. Состояние это проснят. Я, к сожалению, не знаю, как это по-русски правильно называется. Ну, позинька, что Disorder of Personality. Я не знаю, по-русски. Да, ну да. Это же серьезное заболевание, вообще-то. И вот недавно даже вышел фильм на этот сплит. У него там 29 этих позинька. Ну, это личность. Да, 29 личностей. И вот он в каждой личности прям вот такой настоящий возбирает. Ну, конечно. У нас была больная, которая, она начинала писать. И в процессе у нее менялась личность. И у нее менялся почерк, у нее менялся голос. И менялся текст. Вот просто в процессе написание. Какие вопросы были? Она в ТПА. Да, а вот типа сохранялись? Первая личность и вторая личность. Там очень сложный был случай, я не смогла ее протестировать. Потому что она как бы спонтанно менялась. И уже сейчас. Вот, и вот это мой вопрос. То есть, вообще-то же всегда вот этот вот... Узнание личности. Потому что вот эта вот расстройка, это ведь такое, как внешне, а зерно ведь остается. Нет? Вот это вообще какая-то непонятная проблема. Остается, непонятно почему, несмотря на какие-то там тяжелые вообще, там, не знаю, галлюцинации, например, или бред какой-нибудь такой тотальный. Просто раздвоение личности или размножение, это редкая вещь, это практически единственный случай, который у нас был. Он даже, знаете, приобретает какую-то окраску, характерную для типа. Например, вот я себе так примерно составила планчик, да, как вот. Это надо проверять, ну, конечно, статистически. Тем не менее, просто само направление. Этим мало кто занимался, потому что типологии-то отвергают. Ну, ее... Потому что наша основная психология отвергает такую. Не отвергает, но это молодое такое, молодое направление. Смотрите, просто вот все субъектно-центрированные, у них часто бывают сеноскопотии. Это вот ощущения в теле, такие патологические. Например, больная ест, и у нее ощущение, что черви поднимаются по ногам к желудку и съедают ее обед. Поэтому она все время голодная. Вот. Либо там какое-то сжение возникает. Больная говорит... Вы же видите, огонь! Изнутри рвется пламя. Это на организм у нее ориентировка. Вот субъектно-центрированные часто переживают вот такие, называется, сеноскопотии, да, ощущения такие, телесные, как бы. Причем они настолько сильные, что, может, ну, изменения такие, как мы говорили, нейротрофические. Меняется кожа, там, да, вот, ну, как в сплите, там, у него прям, ну, это, конечно, художественный фильм, поэтому менялось сильно. А вообще, да, есть такие изменения прям телесные. Объектно-центрированные, у них, если у этих, я влияю, я могу читать мысли людей, я влияю на людей, то объектно-центрированные на меня влияют, кто-то управляет мной. Внешний урок с контролем. Да, ну, типа, как бы, чаще, я не говорю, что в 100% случаев, но чаще моим глазом двигают. Вот тип Е. Вот был просто характерный случай пациент, он говорит, что через мозг его глаза так двигает. А для типа Е зрение это вообще... И поэтому у него картинка меняется. Мне очень так искренне хотел рассказать, как у него меняется картинка. Вот смотрите, вот в этом цепи, где она была, вот эта, как это, кукла? Марионетка. Марионетка, да. Там тоже как будто бы ей управляли. Там личностная расстройство. Она сама собой уже, как бы, мое второе я во мне управляет мной уже. Моим первым я. Вот так вот. Все равно, как бы, все равно кто-то управляет. Пусть второе я, пусть кто-то. Все равно, нет, управляют. А там два. А там же, это СД, они же живут в двух мирах. Чувственно он здесь, а рационально он сгорит. А рационально он и всеми управляет вообще. Без мир по контролю. Это не из той оперы, не из автоматизма. Да, да, да. Ну, а сосед из 29-й квартиры, правильно? Ну, по-моему. Ну, вот такая история скорее, да. Но вообще я хочу сказать, вот иногда просто видно. У меня был, причем это студенты наши, вдруг рисует тело и душа. Я вообще, одни змеи, кругом змеи. Это мое тело и душа, это тоже какой-то, тоже крутой змей. Девочка такая, такая девочка. И она, да. И когда мы начали с ней разговаривать, она говорит, ну, во-первых, я вижу сны все время, там эти и те же. Во-вторых, это вот действительно, она пишет рассказы, там все тут глаз на этих змеях, то еще, что-то куда-то прям, одна, ну, просто чума полна. Вот, ну, вот у нее это, я не знаю, личностная проблема, и она вот в этом как выразилась. Потом есть, у меня был тоже, она режиссер, девушку. Девушку, вот так вроде нормально, я нарисовала тело и душа, столько видов защит. Во-первых, само тело перевернуто, вверх ногами. Одна проволока колючая, вторая такая, тут еще забор, точит, хоть пять или шесть видов защит вот этого, даже перевернутого тела. Хотя, вроде бы, вот она абсолютно вот ходит, даже фильмы снимает, и там, ну, и, кстати, успешный режиссер. Ну, вот, проблемы, и мне, кстати, тоже посоветовали бы с ней, проведите, потому что у нее что-то, что-то не в порядке с внутренним. Ну, если человек адаптирован, он многие годы может с таким внутренним миром существовать, работать, учиться и совершенно спокойно функционировать. Ну, не спокойно, но функционировать в больницу до определенного момента не попадает. Что является вот декомпенсацией, что является этим моментом, да, как бы... Знаете, я вот как физиолог тоже этим занимаюсь, ну, прям по всей, там... Вот у меня два подхода. С одной стороны, я иду прямо наука-наука, иду в РТ, совместно с Бурчатовским, пытаемся понять, какие связи нарушаются, там, берем кровь на генетический анализ, например, про физиологию. С другой стороны, я вот как бы иду методами такими... Психологическими? Психологическими, ну, прям такими, на которые физиологи смотрят и говорят, ребят, ну, вы что, смеетесь, что ли? Мне, в общем-то, ни один из этих подходов пока еще для меня лично не дал ответа на вопрос, почему вот этот вот момент наступает, и, не знаю, и, как у меня вот один пациент сказал, я сидел, весна ночью, и утром я услышал голос, ты все понял, теперь, а, теперь ты все понял. Ну, как бы, почему... Почему этот момент? Вот ступи. От чего вот это вот возникает, да? Ну, вот это как раз вопрос, это эндогенное дело? Значит, связано, наверное, с какими-то поломками функционирования нейросистемы, как минимум? Как бы, да. Ну, а какие там еще гипотезы у вас есть на это еще? Вот, как физиолог, мы разрабатываем теорию поломок нервной системы эндогенной, да? Да, да. Но есть люди, живущие с этими поломками, да, они странные. Ну, они компенсируют, это другой разговор, но они есть. Все равно это уже там просто послужняет нашу жизнь. Ты все понял. Психолог. Да, он странный, да, он рассуждает, может быть, ну, как-то так... Оригинально. Заметь, Саша, как тебе типология помогает в клинике? А ты совсем, у тебя доступ к больному ближе, потому что ты разговариваешь на его языке. Это да. И вот, опять же, в рамках такой гипотезы непроверенной, даже не знаю, как ее проверить, рациональные типы уходят немножко в сторону от рациональности, а иррационалы начинают рационализировать, и вот в этом вот процессе они как бы и ломаются, что ли, может быть. То есть они идут как бы не доминирующиеся против себя. Да, против себя. Вот. Тип G и тип F начинают мне... Вот я им там тесты, они мне говорят, что это такое за эзотерика, ну, типа, ерунда. Да, давайте вот рационально там, да, вот и психотерапия рациональна, хотя, ну, как бы, а может гештальт лучше? Нет, это все как будто бы такая вот псевдонаука. Ну, да, мне не нужно, мне научные основания подавать, почему у меня сломался мозг? Ну, там, да, вот у нас заведующий большой любитель физиологических теорий, он говорит, что у вас расстройства там, таких-то структур, ну, все спокойно, хотя, ну, как бы, это для больше для рационала объяснение. Ну, просто глядя на это, приходит такая в голову, у меня гипотеза, может, она и неверная, о том, что почему-то человек избирает для себя не типичные, да, стратегии, стратегии. Да, вот, может быть, поэтому она и укладывается у него неправильно, поэтому происходит какая-то поломка вот этой вот, да, 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 всей системы. У меня коллега, физиолог, вообще физиолог, честно говоря, тоже в типах, и он в типе С. И в рамках, опять же, своей теории, вот он идет от того, что ломается аффект. Ломается аффект, и все сразу становится страшным, и уже есть готовность к принятию сигналов как страшных. Ну, это физиолог, исходя из своей физиологии, объясняет. Он в типе целом так, другой будет объяснять, другой, делает то же самое, и объясняет это так. Не потому что аффект ломается, или там, да, лимбическая система работает с ошибкой, а потому что префронтальная кора, и лобная кора ломается, и человек оценивает неправильно, а не в том, что у него там чувства. То есть, а он, да, рационально начинает. Ломается оценка, поэтому он оценивает это дерево как маньяк, например, который на него сейчас нападет. Ну, вот уже вот это. То есть физиологические теории, и физиология, она тоже, к сожалению, преломляется через... Мы более того, с Сашей сделали такую работу, как в свое время, когда она начиналась. Мы всех, кто пытался решить, ну, не всех, а основных калифеев, которые пытались решить психофизическую проблему тела и души, так или иначе, мы проанализировали его с точки зрения психотипа, ну, по его дневникам, высказываниям и так далее, и его теория очень хорошо ображала вот специфику этого психотипа. Он так и объяснял. Как это происходит? Он про себя объяснял. И думал, что у всех так же. И отсюда вот эта проблема, мы не понимаем друг друга. У нас споры в психофизике, в психофизиологии и так далее, потому что мы разные. Это специальный вопрос, как можно ли подняться на титул? По крайней мере, в объективном рассуждении. Ну, у нас, наверное, ЗАГ последний заключитель.